Итак, дорогие друзья, всем привет! В этом видео покажу вам, как очистить память на вашем смартфоне. iPhone или Android, неважно, способ подходит и для этих, и для тех смартфонов. Как очистить память? Ничего с телефона не удаляю. То есть, мы не будем удалять какие-либо приложения, потому что удалить приложение, я думаю, каждый из вас бы догадался, поэтому это, конечно же, не подходящий способ для того, чтобы показывать вам. Каждый из нас пользуется такими мессенджерами, как WhatsApp, Telegram, Viber и другие приложения, которые у меня сейчас есть. Многие из вас пользуются такими же приложениями и не только. Так вот, они одни из тех, кто забивает всегда память. Заходим в галерею, и мы в галереи видим, что у меня есть папка Telegram, у меня еще одна папка Telegram, WhatsApp, Dzen. Это я еще на Viber ничего не получал. Тут бы и Viber был, и куча других социальных сетей. Когда вам, например, на WhatsApp приходит сообщение, например, от вашей жены, или мамы, или знакомого, там открытки всякие вот эти вот поздравительные и так далее, приходят, все это автоматически загружается, и все это автоматически дублируется в галереи. Вот здесь вот. И все это забивает очень прилично память. Поэтому сейчас я вам покажу, как сделать так, чтобы вот эти папки больше никогда не появлялись, и память не забивалась. И еще. Если вы вот возьмете просто тупо удалите папку, да, здесь, то она все равно потом опять появится, когда вам придет новое сообщение. Поэтому это, конечно, делать бесполезно. Но мы это сделаем после того, как сделаем процедуры, которые я вам сейчас скажу. И на айфоне, и на андроиде все одинаково. Нам нужно нажать на эти три точки в WhatsApp. Настрой. Ребят, Viber и Telegram. Там тоже самое, но я сейчас покажу чуть позже. Итак, значит, здесь заходим в чаты. И здесь, видите, есть функция Parasit. Называется видимость медиа. Показывать загруженные недавно медиа файлы в галерее устройства. Вот зачем нам в галерее? Вот, ребят, это как раз вот это вот. То есть теперь мне уже то, что будет приходить, уже не будет здесь появляться. Это уже отлично. Ну, а теперь делаем следующее. Идем в данные хранилища. Здесь автозагрузка. Видите, вот все стоит на галочках. Посмотрите, ужас. И любой хлам, который вам приходит от кого-либо, оно автоматически загружается в память телефона. Поэтому все это мы убираем. И что нам надо, мы сами будем грузить. Убираем эти галочки. Все, отлично. Теперь смотрите, если вам придет какое-то сообщение. Например, вот мне, как от жены, да. Здесь будет кнопочка загрузить. Нажмете, и только тогда скачается. Пока не нажмете, не скачается. Плюс, даже если скачается, ну, даже если вы решили скачать, то в галерее оно больше не появится. Это супер. Теперь ваша память не будет забиваться. А теперь покажу, как телеграме. Телеграме тоже идем в настройки. Данные и память. Вот здесь вот, видите, автозагрузка. Убираете эти галочки. Я не буду убирать, поскольку у меня это связано с работой. И мне это нужно. Вы же убираете эти галочки. Посмотрите, использование трафика, использование памяти. 2 гигабайта, просто один телеграм использую. Сохранять в галерее. Убираем вот здесь галочки, если они у вас есть. И видите, автовоспроизведение, гиф и видео. Тут тоже, если нужно, вам убираем. Заходим, использование памяти. Очистить кэш. Обязательно это. Нажимаем, и у вас освободится 2 гигабайта памяти. Ребята, чтобы вы понимали, у вас ничего не стерется с телефона. Это просто кэш. Вот вы где-то видео посмотрели. Это сохранилось в памяти. И вот этот хлам будет удаляться, если вы нажмете на очистить кэш. Я же сделаю это чуть позже. Буду снимать еще одно видео, и там хочу на эту тему больше поговорить. Вы же очищаете, друзья мои. В вайбере то же самое. Идем в настройки. Медиа. Видите, написано. Сохренить в галерее. Убираем эту галочку отсюда. Водяной знак вайбер. Зачем нам это надо? Автозагрузка в сети GSM. Автозагрузка по Wi-Fi. Не надо. Проигрывать видео автоматически. Все, убрали все галочки. Теперь ничего в галерее у вас не будет сохраняться, и вы сами будете решать, скачивать какой-то файл или нет. Ну и не забудьте зайти в раздел память и очистить кэш 400 кБ. То есть я вайбером пользуюсь неактивно, поэтому он занимает меньше. А вот другие приложения занимают куда больше, такие как Telegram. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас память очистилась. Сколько смогли очистить, пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok